Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, сегодня мы будем играть в батлхаб, точнее продолжать. Что я смотрю, у меня здесь бонус дня карта, давайте посмотрим что тут у нас, окаменелое дерево, сегодняшняя награда, таверна героев. Что у меня здесь интересно, давайте глянем, а тут у меня задание видимо, да, ладно, давайте-ка вернемся, чтобы нам глянуть, я смотрю здесь у меня что-то, опять какие-то загрузки, скидки, нет, спасибо, этого я не хочу. Так, почтовый ящик, Fairy Blessing, что это такое, да, понятно, ладно, ну что, я даже не знаю, или, 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 боевые карты, изменить колоду я пока не хочу ее менять, так, у меня два бойца, как вы видите, Бри и Монтик. Бром у меня, походу, пока отдыхает, ладно, пускай так и будет, ну что ж, давайте, наверное, зайдем в компанию, и, вот интересно, куда идти, водные пути или холмов лес, даже не знаю, давайте, наверное, водные пути, подземель 1, 2, давайте вот с этого начнем, в бой. А, нет, ребята, у меня оказывается в компании Монти и Бром. Бри, значит, у меня пока отдыхает, ну ладно, хорошо. Каждый подуровень здесь подгружается, надо, кстати, закачать просто-напросто все полностью и не париться в будущем. Так, кто у нас здесь? Ага, летучая мышь. Ну, я думаю, с ней мы справимся без проблем. Давайте начнем. И, наверное, искрящийся меч, да? Посмотрим, как у нас это пройдет дело. Так, мышь у нас агрессивная, я смотрю, атакует меня потихоньку, чтобы ей звездануть. Давайте, наверное, снарядом. Так, Бром звезданул. Да, неплохо, неплохо. Ну, в принципе, все. Мы ее сейчас победим. Ну, я думаю, что сейчас она сдохнет и придет вторая волна. Будет такое? Да, ребята. Как раз то, что я думал. Да, нет у меня, кстати, массового удара в данный момент. Ну, давайте сделаем пугающий посох. А здесь... Хе-хе-хе, пугающий камень. Ну, давай пугающий камень сделаем. Атака. Отличненько. Ну, хорош. Успокойтесь уже, ребята. Ёлки-палки. Блин, у меня сейчас мунтик подохнет. Ядрить его на корень. Я даже... Блин, давайте сделаем пузырьковый щит. Пускай будет хотя бы немножко под защитой, иначе его разберут. Ну, а теперь давайте дымный снаряд, раз уж показывают, что он эффективен будет. Могильная бутылка. Ты сможешь мне подлечить мунтик? Хрен там. Хрен там. Ах ты, ядрить тебя на корень. Самый мощный удар в данный момент это от вооруженной сумки. Тогда сделаем так. Так, мунтик у меня под защитой. Ёлки-палки, все равно пробивают. Оу, нет, нет, ребята, такого не может быть. Ёлки-палки. Моего мунтишку бедного завалили эти мыши. Слушайте, может быть я зря пошел сюда? Они мне еще сбили удар? Вот это нежданчик, ребята. Я не думал, что здесь можно прерывать удар. Сейчас каждый сделает по удару, да? И он у меня дупится. Сонар активировался у летучей мыши. Да бей ты уже, ёлки-палки, что ты спишь-то? Ёпарасы ты, атаку усилил. Ну, ты долго будешь спать? Урон совсем никакой. Я даже не знаю, ребята. Может быть как-то можно отсюда сбежать? Если разложат, сейчас по полочкам меня здесь. Эээ, так. Слушайте, по-моему нельзя, да? Нельзя, ребята. Ё-моё, вот это попадос. Опять сонар. Все, по-моему я здесь проиграл, ребят. Тут как не крути, мне не выкрутиться. Еще они мне сбивают постоянно эту действие моего хода. Все, сейчас удар делают и погибает у меня Бром. Да, вот это я начал. Ха! И что же я... Так, пора бы улучшить своих героев. Да, вот я тоже так думаю, что надо бы улучшить отряд. Охо-хо-хо-хо-хо. Что бы мне сделать-то, а, ребята? Так, мне, во-первых, нужно все-таки поставить Бри в команду. Бром как-то меня вообще не воодушевляет. Давайте сделаем. Блин. Как мне ее активировать-то? Я уже и забыл. Где у меня мой отряд, а? Где отрядик мой? Черт. Подери. Компания. Компания. Наверное, герои. Ежедневные задания. Доставка. Требуется герой один. Ну, здесь мы давайте поставим Бри. Предположим. А, Монти? Почему Монти? Я не хочу Монти. Давай Бри. Так, отправляем ее. Здесь требуется два героя. Давайте здесь поставим Монти и Рома. Отправляем. Отлично. Все. Больше мы пока не будем ничего делать. Ежедневные миссии у меня есть. Так, получаем. Самоцветы, славу и золотые монеты. Хорошо. Это меня устраивает даже вполне. Завершить 10 подземелья. Выполни трофейные задания. Опять пока все не то. Блин, а. Я забыл, как мне все-таки, ребята, составить свою командочку. Ладно, давайте мы попробуем тогда с вами в Хелмов лес сходить. Здесь осталось всего лишь последнее подземелье. Начнем с этого. Ага, вот здесь меняется. Да, отлично. Набег, автосражение. Двойные трофеи. Давайте в бой, короче, и посмотрим. Нет, надо действительно все закачать сразу. Подгрузки не очень нравятся. Ну что ж, здесь, я думаю, все будет вполне-вполне нормально. Начнем со снаряда. А ты у меня начнешь режущая кромка. Он больше всего урон. Давайте попробуем. Ёлки-палки. Че так мало ударил-то, братиш? Ты хорош, завязывай давай. Ну-ка. Я думаю, ты или я слишком слабый. Или уже монстры пошли больно сильнее. 18 урона всего нанес. А он соточку мне звезданул. У-ху-ху. Далеко мы так, ребята, не уедем, если честно. Вообще какой-то важный станок. Так, дымчатый снаряд. Ну-ка, сколько он, интересно, нанесет урона. Отражающий свет поставим мы, пожалуй, на Бри. Если не буду гулять в магию, чтобы она отражалась. И травяной чай. А кому мы сделаем травяной чай? Наверное, Бри. О, вот это другой разговор. Вот это сейчас было великолепно сделано. Давайте еще разок дымного снаряда. И давайте еще, наверное, выпьем немножечко чаю. А то ХП вообще мало очень. Подкрепились. Ха-ха-ха. Так, руховой дротик. Нет, давайте сделаем тупую стрелу лучше. Так, вишна. Добивай его. Пузырьковый щит. Давайте сюда поставим. А, он сдох от огня. Замечательно. Да елки-палки, я забыл, что еще будет вторая волна. И здесь нам придется что-то, ребята, уже выдумывать. Вот единственное жалко, что он показывает, сколько я отношу урона. И почему он мне показывает, что духовой дротик преобладает здесь, а? Давайте я лучше тупую стрелу сделаю. Отлично. Что ты мне моргаешь? Так, стрелковая атака. Наносит урон одному врагу, снимая очки урона. 53. Прервать на один ход. Ага, вот когда же. Давай тогда так сделаем. Не загорелся этот уродец. Штормовые сухоры. Ну-ка, горите в огне. Вот и другой разговор уже, ребята. Ёпыросыты. Даже не поморщились они. Вы посмотрите. Что вот это такое, а? Наносит урон одному врагу, снимая очки урона. Понижение точности на 20%. Четыре хода. Ну что ж, давайте попробуем для этого. Целебный прорыв. Это у меня спецудар у Бри. Так, исцеление отряда на 64. Ну что ж, довольно неплохо. Давайте режущую кромку сделаем. Вот это уже замечательно пошло. Да что ж так мало ты наносишь урона? Ври, дорогая, что с тобой случилось? Давай добьем этого горняка мелкого. Смущенный исцелитель, его звать. И духовой дротик. Давайте вот на этого. Блин. Сонар активировался. Значит нам надо делать нафиг отражающий свет. От греха подальше. И стрелу. Не добило, а? Бри, ну как так? Почему же не могла добить этого мелкого чепушилу? Давайте так попробуем. Хорошо. Исцелителя мы бомбанули. И теперь волшебная граната только на одного. Да. Заклинание исцеляющее я пока не хочу делать. Давайте, наверное, на магический снаряд. Черт, не добил. Тогда давай посох. Блин, лишь бы Бри не загасили, а, ребята. Зря, конечно, я посох поставил на того. Потому что, как вы видите, его и без этого завалили. Отражающий наконечник. Ну-ка, давай-ка проверим, что это означает. Давай, добивай, бри его. Ну, если ты не добьешь, я добью. Ну, все, надеюсь, третьей волны не будет. Нет, это хорошо. Ладно. Блин, почему две звезды? Я же вроде все прошел нормально. Рука Голема. Ха. Ладно. Ну, по идее, мы должны... Уровень повышен. Твой герой достиг своего максимального уровня. Повысь уровень твоей славы, прежде чем он сможет повысить уровень снова. Да не нужно мне это. Спасибо за донат. Все это ерунда. Получаем. Якорь. Так, и в результате... А что мне, интересно, нужно сделать для того, чтобы открыть следующего героя? Давайте глянем, а. Найдем героев. Например, вот это. Ага, все лишь упирается в деньги, да? 6300 надо, а у меня всего лишь 1050. Что у меня тут в гильдии? А, я даже не состою в гильдии. Понятно. Вызовы. Аптека Королевская Арена. Это все у меня еще закрыто. Могучий отряд. Заполучить трех героев. Ясно. Это все будет потом. Ну что же, остается мне... Так, холм оф леса я вроде бы прошел, нет? Что? Или тут надо пройти все с тремя звездами, ребят? Давайте лесной хранитель. Не, погодите. Давайте-ка мы с вами усилим карты. Боевые карты. Так, отражающий наконечник улучшим. Давайте окаменелое дерево. Да, урон 98, это уже хорошо. Черт, сколько надо-то еще? Во, на 112. Блин, я правда деньги за это трачу, а деньги мне как бы нужны. Ну да ладно. И теперь давайте, наверное, к карту... Карты Монти посмотрим. У меня дымный снаряд, самое нормальное. Так что у него я улучшим. Сыр. Подтверждаем. 105 урона, да? Эволюция. Для проведения эволюции твоих карт необходимо достигнуть уровня славы 8. Ага, вот как хитро они придумали. Интересно посмотреть на эту эволюцию. Исцеляющее заклинание. Давайте тоже попробуем. Мне кажется, как-то маловато будет. Так, 57 уже лучше. И 66 вообще хорошо. 75. Просто шикарно. Блин, так теперь денег не хватит. Бляха-муха. Ладно, сделаем отмену. Давайте хотя бы на один разочек. 57. Пускай будет так. И мы приступаем, значит, в Хелмов лес. Десятое подземелье. Наверное, в бой. Надеюсь, сейчас не так жарко будет, как было до этого. Так, опять у нас тут кто? Гибельный шквал. Две штуки и земляные споры. Давайте начнем с волшебной гранаты. Урон по всем. Тупая стрела. Гибельная стрела. Снимая очки урона земли. Давайте гибельную землю, наверное. Слушай, давай, наверное, на гибельный шквал. Нет, лучше все-таки споры мы добьем. Посмотрим, прокатит у нас это дело или нет. Все, он атакует бомжара, а. Неплохо. Ух ты, шикарно. Ослабление земли он мне сделал. Ну, я тебя добиваю тогда вот этим. Травяной чай. Почему-то мне показывают в данный момент. Я не пойму. Тупую стрелу применяем вот сюда. Сейчас должно, по идее, все быть нормально. Ну-ка. Отлично. Теперь осталось только лишь, наверное, исцелить Бри. На 57 довольно неплохо. Да. Кстати, я вот заметил, что летающих паразитов лучник очень слабо берет. Так. Ну, давайте уже добивать. Черт с ним, как говорится. Но это не забывайте, первая волна только лишь. Еще будет вторая. Пугающий посох. Нет, я сделаю исцеление. Все, он активировал сонар. Ребята, мне нужно дожить до метеора. Если я доживу, я, наверное, на этих тратить не буду. Но на следующую... На следующую партию, скорее всего, потрачу. Так, и духовным дротиком добьем. Потому что он активировал сонар. Это плохо. Ну, добей, Монти, добей ты его. Вся надежда на тебя. Черт, травяной чай. Давай отражающий наконечник. Ну, что там осталось-то ему? Все, добили. Она отлично. Пугающая жара. Целебный прорыв. Все. Бри у меня получилась укрога. Давайте лечиться. Отличненько. И отражающий наконечник. Ну, он, в принципе, должен быть уже... Да, так и есть. Не жилец. Че, всего лишь одна крыса? Ау, зато, смотрите, Мультиукус. Блин. Давайте пугающий посох. И... Так. Давайте отражающий наконечничек сделаем. Так, шикарно. Ух ты, неплохо. Я не знаю, стоит ли тратить метеор на нее? Да почему бы и нет? Давайте потратим. И... Гибельной стрелой, если что, добьем. Ну, сдох, нет? Сдох, как родной. Все. Ух, третья волна. Да ну нафиг. Если бы я знал... Если бы я знал, я бы, конечно, не тратил бы. Метеорит-то. Ё-моё. Как же я не посмотрел. Ребят, смотрите. Вот, сражение. Три из трех. Ход пятнадцатый. Тупанул я очень, причем сильно. Сейчас меня здесь могут разобрать. Тьфу ты. Какой слабенький был дамаг, а. Ну. Иммунитет от яда. А, ну правильно, ядовитая вспышка. Если его увеличать. Черт, бри. Не помирай, блин. Не вздумай нафиг. Пей травяной чай обязательно. Так, этот оглушен у нас. Это хорошо. Остались эти шлепки по земле и бич. Я даже не знаю, что здесь и сделать. Блин, пузырьковый щит. Давайте поставим. И отражающий свет. Хоть как-то немножко защитимся. Хотя я думаю, что это нас не спасет почему-то. Блин. Давайте еще распугающую жару. Пей травяной чай. Если, конечно, ты успеешь его вообще выпить. Успела. Ай-яй-яй-яй-яй. Ёлки-ты-палки. И Монти у меня сейчас тоже здесь погибнет. Да, ребята. А во всем виновата в том, что я потратил метеор на эту крысу. Блин. Вот это я тупанул. Ладно. Улучшить отряд, улучшить карты. Улучшить карты. Давайте попробуем. Я не знаю. Может быть что-то сделать у Монти. Ну, например, давайте... Ага. Эволюционировать я не смогу, да? А... Восьмой уровень нужен. Волшебная граната. Что-то вообще ни одну карту я не могу улучшить. Видимо, какой-то предел у меня определенный получился. И Хелмов лес я этот пройти не смогу. Давайте тогда водные пути попробуем еще разок. Второе подземелье. А, так меня же вроде бы здесь и разбирали, да? Или я что-то путаю? Ладно, сейчас глянем. Да. Ладно, сейчас мы здесь немножко по-другому сыграем. К тому же я там проходил с Бромом. Здесь я буду проходить с Бриз. Должно все удачно получиться. Так, Монти. Ты сейчас сшибанешь. А мы в это время вот гибельную стрелу применим. Да, на самом деле здесь, ребята, нужно улучшать карты. Их параметры. Вы посмотрите, как я уже слабенько бью. Должно сработать. Отлично. Вот она, эта троечка, которая меня разобрала в прошлый раз. Ну, начнем с волшебной гранаты. Так, а здесь отражающий свет поставим. Потому что, по-моему, они бьют магией, да? И отражающий наконечник. Тоже по всем. Ха-ха, вот так я и думал. Черт подери. Хорош уже атаковать мою девочку, Бри. Так, дымный снаряд. Это самое мощное заклинание на данный момент, которое есть у меня. Ух ты, меня берет Озноб. И они что, получается, какие-то ледяные? Вот это да. Немножко подхилились. Ну что ж, довольно неплохо. Холодный шквал сейчас у меня сдохнет. Но тут еще прохладные шквалы. Вот, в принципе, огонь, метеорит, должен эффективно действовать против ледяных. И-и-и-и. Давайте гибельный шквал. Какой нахрен гибельный шквал? Стрела гибельная. Ну что же, как я, в принципе, и говорил. Огонь довольно неплохо бьет по ледяным. Так что сейчас они не сдохнутся. Да хорош, успокойся уже, блин. Монти, держись. Так, отлично. Все, шикарно. Не будет третьей волны? Нет. Фух, это хорошо. Сражение два из двух. Нормально. Да дайте мне третью звезду. Ну что вы издеваетесь-то, а? Назад. Назад к карте. Уровень повышен. Так, отлично. Бри у меня получила уровень. И это хорошо. Могучий отряд. Ага. Заполучите боевые карты. Девять. Хорошо. А здесь у меня что? Премиальное время. Наборы карт. Базовый набор. Слушайте, я могу, в принципе. Но стоит ли? Вот у меня алмазики. Нет, я не буду. Владелец магазина согласился дать нам еще один последний бесплатный набор. Чтобы помочь нам встать на ноги. Надеюсь, он содержит много хорошего. Бесплатный? Так, вроде бы, как платный. Ну, давай глянем, что-то нам тут. Искрящийся меч. Быстрый тесак. Отражающий наконечник. Так. Ну что же. Хорошо. А здесь я уже должен за свое бабло покупать. Бронзовый набор усиливающих карт. Стоит соточку кристаллов. Ха-ха. Не буду я пока ничего здесь делать. Я думаю, пока мне это ни к чему. Да, е-мое, я не туда нажал. Так, здесь все понятно. И здесь тоже все, в принципе, понятно. Премиальное время какое-то. Ладно, давай мы. Ты достигаешь уровня славы 4. Максимальное количество ключей от подземелья 31 штука. Повышается, что ли, я так понял? Ладно. Хелмов лес. Е-мое. Ну ладно, давайте мы все-таки как-то, я не знаю. Наверное, все должны быть пройдены все-таки с тремя звездами. А это что такое? Для того, чтобы открыть элитные подземелья, тебе необходимо завершить все подземелья в данной локации. Ну давайте попробуем вот это закончить. Так, а что он у меня, интересно, со стрелочкой вверх? Непонятно. Ой, блин, надо было поставить на автосражение и посмотреть, как он сам подерется. Да? По идее. Ладно, тупанул так тупанул. Сейчас мы этих разберем. Так, мышь-призор какой-то, да? Дымный снаряд, естественно, на гибельный укус. И отражающий наконечник. Вот так попробуем. Ха-ха, мышь сдохла, отлично. И пугающая жара. Ух, неплохо, довольно неплохо. Все, он не жилец. Да, мне похи, что тут там сонар свой активируешь. Абсолютно по барабану. Ну, вторая волна. Отлично. Тут, ага, ребята, тут будет три волны у нас. Поэтому надо как-то продержаться. Давайте вот так сделаем. Неплохо. Бри, очень даже неплохо. Давайте еще наконечник. Вздох. Вздох, подлец. Так, нет, давайте пузырьков. Да, или на себя. Давайте на себя. Ну, бейте. Черт, подери. Ну, пугающий посох сделаем. Так, все, третья волна пошла. И опять у меня здесь... Кто он такой-то? У него стрелковая атака, наносит урон одному врагу, снимая очки урона для духа. Вот оно как. Ладно, мы тогда сделаем на тебя пугающий удар. И тупая стрела. Посмотрим, как там все сработает у нас. Пузырьковый щит поставим на бри. Отлично. Ну, хоть какая-то защита. И давайте еще разок пугающий посох. Шикарно. Сейчас мы, в принципе, шквал этот завалим. Отражающий наконечник. Вот так бомбанем. Сейчас. Отражение произойдет. Что? Что это такое? Блин, ее поставили в стан. Ой, как же все это не вовремя сделано. Так, давай бомбанем все-таки мою мышку. Чтобы она лишний раз нас не нервировала. Готово. Теперь поставим отхил на бри. Потому что она встань и уедена. Ха-ха, довольно неплохо. Шлепок по земле, блин. На, гори. Еще ржет там, гад. И подхилим все заодно. Ха-ха, вот это уже другой разговор, ребята. Все, в принципе, рост. Ты думаешь, тебя это спасет? Я почему-то сомневаюсь. Получи, зараза. Ну что же. Три звезды, я надеюсь, мне дадут. Раз, два. Есть. Ух. Собери усиливающие карты. Заверши подземелье. Ну что же, ребята. Фонарик, хирарик. Все тут понятно. Так, отличненько. Холмов лес. Так. Еще вот это подземелье надо пройти с тремя звездами. Давайте сделаем, наверное, автосражение. И посмотрим, как это все у нас будет выглядеть. Я еще ни разу не ставил. Так что интересно. Как у нас здесь будет играть автобой. Надеюсь, не тупить. Ну-ка. Смотрите, что он делает, а. А почему-то я этот сделал. Хотя, смотрите, довольно неплохо. Волшебную гранату сейчас будет применять Монти. Ну-ка. Черт подери. Гнилостный. А, нет, смотрите-ка. Как он так, интересно, успел. Гнилостное жало добить. Так, укрепление он сделал, этот паук. Ну, все, 88 хп. Урон поднял он получает. Плюс он был в стане. Так, ну здесь будет... Посмотрим, как разберется он с ней. Хорош. Это какие-то электрические уже, ребята, здесь. Смотрите-ка. Он на Бри поставил музыковый щит и плюс отхил. Как у него интерес получается два раза подряд сделать мамию. Опа-на. Искрящийся шквал сейчас помрет. Вселенные правли. Довольно неплохо. И причем вовремя все это сделано было. Урон по земле... Урон на земле. Тихо-тихо, Бри, держись, малышка. Давай, сейчас волшебная граната и духовой дротик. Вот духовой дротик вообще не эффективен? Или его просто надо хорошенько расключать? Преимущество применено было. Нет, нет, ну как так? Ну почему вы тупите, а? Почему вы не стали добивать вот этого вот, крайне? Черт тебе подери. Штормовые споры. Видимо, он электрический. Ага, метеорит. И, надеюсь, сдохли. Нет? Ну, одна-то точно сдохла. Все, добивка. Идет добивка, ребята. Режущая кромка. Сдох. И, надеюсь, три звезды. Ну-ка, глянем. Раз, два, три. Отлично. Осталось одно подземелье, которое у нас без трех звезд. Его надо как... Уровень повышен. Я получил седьмой уровень. Довольно хорошо. Это меня радует. А что же вот эти вот за знаки, а? Ребята, что я здесь не сделал? Я так не пойму. Может быть, здесь что-то получить бонус? Ага, ну давай получим. 20-ти часовой набор? Ух ты! Кинжал ветра. Давай посмотрим, что это такое. Рукопашная атака наносит урон. Одному врагу снимая очки урона для воздуха. Шанс 15% на ослабление до воздуха. Три хода. Кинжал ветра. Ха, интересно, это кому это? Наверное, брому. И четырехчасовой набор. Так, колода. Три усилиющих карт. Одна. Ну давай. Три карты. Фонарь. Новое достижение получил. Усиливающийся босс. Часть 2. Владелец магазина на нашей стороне, поэтому в будущем при покупке предметов в этом магазине ты будешь часто получать такие бонусные награды, как билеты для набега и дополнительные ключи. Ну что же, ты меня порадовал такой новостью. Я очень доволен. Так, ну здесь тоже какой-то знак вопроса, ребята. Восклицательный знак, точнее. Что же здесь не так? Завершив вход в канализацию. У меня вроде такого пока нету. А здесь что? Военный колодец. Волшебное благословение. А что это за карта вообще? Снаряди эту специальную карту хвастовства в битву и выиграй, чтобы получить бонусные 50% качкам, заработанным в воинах гильдии. Волшебное благословение. Если снарядишь две карты, то это не увеличит эффект. Ха-ха. Ну, что на дне колодца? Давай посмотрим. Ёлки-палки. Универсальные карты. Загадай желание. Блин. Черт подери. Что-то новенькое. Пока, ребята, я не буду это ничего использовать. Гильдии все равно у меня пока нету, вроде бы, да? Ведь нет уже гильдии. А почему бы мне не вступить тогда? О, рукавица. Разблокирована новая локация. Это что такое? Ну-ка давайте. Добро пожаловать в рукавицу. Заверши подземелье, чтобы получить награду, или рискни всем, отправившись в его глубину, чтобы заработать еще больше трофеев. Однако, чтобы получить награду, тебе необходимо завершить подземелье. Провалив задание, ты потеряешь все, и тебе придется вернуться завтра, так как двери рукавицы открываются лишь раз в день. Вот так вот, ребятушки. Рукавица представляет собой место, где можно испытать силы с всего твоего отряда. Чем выше поднимется твой отряд, тем сложнее будут испытания. Но награды будут того стоить. Первый этаж, ребята. Хе-хе-хе-хе-хе. Давайте, наверное, попробуем разочек. Разочек. Ведь мне, например, интересно, я думаю, что вам будет тоже. Выбираем. Совмещай усилиющие карты с боевыми картами, чтобы повысить уровень опыта. И получай бонусный опыт при совмещении стихийных усилиющих карт с соответствующими стихийными боевыми картами. Хо-хоу. Так, а как мне начать? Что-то написано на первый этаж, завершивший подземелье 1, чтобы получить следующую награду. Так, а как мне это сделать? Я немножко не понимаю. Ага, вот как. Ух ты, я тут могу троих ставить, ребята. Вот это хорошо. И у меня ключик есть для этого. Подземелье 1, 2, сражение. Ага, вот оно как. Твой отряд готов к сражению. Поехали, посмотрим, ребята. Думаю, будет жестко довольно-таки. Такое нам сейчас будет испытание. Ну что же. А, я понял. Выбираю троих. Значит, если кто-то из наших умирает, то Бром автоматически встает ко мне в компанию. Ясно? Давайте начнем вот так. И вот так. Что? Ну, довольно вялый. Тут, в принципе, можно было сразу догадаться. Это как бы первая комнатка. Первое подземелье. И, надеюсь, здесь ничего такого сложного не будет. Забомбили. Отлично. Ну что ж, тут вяленький паук. Который прокол его звать. И гибельный укус. Ладно, на них мы сделаем нет. Давайте вот так вот, наверное, сделаем. И отражающий наконечник. Боби, Монти. И светящийся посоль. Это уже если мы не добьем. Шикарно. Все, Монти добивает. Ну, духовой дротик поставим. Это уже на всякий случай. Так, отлично. Еще одна группа идет. Вот она. Я, наверное, начну с волшебной гранаты. И тупая стрела на летучую мышь. На гибельный шквал. Так бы тверднее сказано. Бомби, Монти. Слабый урон. Тоже слабовато как-то вышло. Ну, давай пугающую жару сделаем. И-и-и-и. Режущая кромка. Посмотрим, что из этого получится. Ну, в принципе, неплохо. Отражающий наконечник добьет эту всю шайку лейтой. Давай, бри, бомби. Черт, подери. Им надо обязательно сделать по атаке. Ну, давай так. Ну, сонар мне не страшен. Потому что они сейчас сдохнут. Не так. Все верно. Забомбили мы их. Опа-на. Так, отлично. Что-то мы выполнили с вами. Ага. Первое подземелье у нас пройдено. И получить награду. Ты сильно хочешь получить свои награды. Твой прогресс в рукавице будет сброшен. О-о-о. Ну, давайте попробуем. Давайте подземелье 2 тогда попробуем. Рискнем, что ли. Продолжить, да? Подземелье 2. Четыре сражения здесь будут, ребята. Четыре. Хрен с ним. Блин, надо было поставить на авто сражение. Ёлки-палки. Продинамил маленько. Ладно, здесь я попробую своими силами. О-о-о. Скелеты. Какой ветреный бросок. Слушай, а что он из себя представляет? Он, видимо, воздушный какой-то, ребята. А что у меня против воздуха? Я даже не знаю. Давайте попробуем огнем. И отражающий наконечник. Может быть так прокатит? Ну-ка. Ну что же, огонь довольно неплохо его жарит. И я думаю, что отражающий наконечник его должен добить. Мы тогда сделаем вот так. Пугачью жару. Шикарно прошло все. Что это такое? Что он там сделал? Коготь этот, а? Он понизил, ребята, мне всю атаку. Вы видели? Что творит, гад, а? Дымный снаряд его забомбит. Ну, должен, по крайней мере. Так, отражающий свет поставлю. На всякий случай. Но он не пригодился. Это хорошо. Ого! А смотрите-ка. Пониженная атака так и действует. Несмотря на то, что уже совсем другая партия пришла. Фак, а? Что же делать-то? На-на-на-на-на-на-на. Ребята, я даже не знаю. Кто они вообще такие? И с чем их едят? Зачарованные споры. Они, значит, еще те гады должны быть. Давайте отражающий свет влепим. И... Гибельная стрела. Ну-ка. Слабо. Дамаг слабый, ребята. А вот яд действует у них очень даже хорошо. Вот, брат, сейчас мне... Блин, добалуются. Давай, так сделаем. Приземленность стрела еще. Бомбанем? Ну-ка. Что это произошло? Сейчас я не понял. Черт его подери, я даже не знаю. Ну, давай, так. Ой, вообще слабый дамаг. Нифига они мне понизили атаку. Ну-ка давай пузырьковый щит сюда применим. И... Дымный снаряд. По-моему, огонь тоже на них слабо действует, да, ребята? Если я не путаю. Ну-ка, вот так вот бомбанем. Что произошло? Так, 52 дамага нанесли. Под хил. 57. Довольно неплохо. Да, почему-то на этих вот гадах... Что ты там еще ржешь, мне? Так противно. Ну, давайте попробуем рукопашку, режущую наконечник. Как она, интересно? Миле атака сработает, хорошо или плохо? Видите, волшебная граната. Еще тут какой-то сферблатик крутится. Видимо, что откат очень долгий у этого заклинания. Поэтому сделаем светящийся посох. Ну, добей ты, Монтий. Ладно. Если Монтий сейчас не добьет, брит точно в ухо. О, и портит. Ну, шикарно добили. А, ребята, тут еще... Это только третий. И еще будет одно? Ё-моё, вот это да. Давай-ка щит. Так, отражающий наконечник. На зачарованный спорт бомбанем. Черт, подери. Ну что ж, довольно неплохо наконечник сработал. И мы сделаем... Блин, я не знаю, что даже и сделать, ребята. Все понижено. Абсолютно все. Давайте сделаем еще подхил. Ну что ж, я доволен. Тупая стрела. Давайте вот этого черепочка этот добьем. Постараемся. Удачно все сработало. Челюсть только отлетела. Насмешка. Ну что же, хорошо. Раз ты смеешься, получи тогда. Неудачно получилось. Пугающая жара. Что-то как-то хреновенько. Выходит у нас тут все, ребята. Ну, отражающий наконечник однозначно его добьет. Тут, как говорится, к бабушке не ходи. Но Монти сделал свое дело. Опять скелет. Опять этот... Тормовые споры. И мы сделаем, давайте, гранату. Гранату и отражающий наконечник. Будет самая нормальная комбо. Шикарно. Приземленная стрела, по идее... Не знаю, добьет Монти, не добьет. Ладно, на всякий случай подстрахуемся. И я правильно сделал, чтобы подстраховался. Не добил он. Хорош там ржать уже. Медленные споры. Опять он мне сделал это замедление, а. Но, ребята, смотрите. Здесь мы должны выиграть. Потому что... ХПшка у нас нормальная. С магией у нас тоже все хорошо. Хей! Развалился трухлявый. Ну что же, мы прошли с вами второе подземелье. Я думаю, в третьей мне пока суваться рано. И мы, наверное, все-таки пропустим его. Заберем награду, да? Хотя тут шикарно. Смотрите, какая это карта. Это сколько здесь получится? Ух ты! Обычные универсальные карты. Используйте для эволюции обычных боевых карт. Ай, зараза, ребята. Я даже не знаю. Если я нажму продолжить... Пять сражений здесь. В принципе, мы четыре прошли. Но здесь пять. Подземелья-то уровня три. Давайте сделаем так, ребята. Посмотрим, что у меня получится. Как они вырулят на автосражении. Скрестим пальцы. Надеюсь, все у нас будет хорошо. Мне, по крайней мере, бы хотелось, чтобы так. Я хочу получить эти карты и посмотреть, что там такое выпадет у нас. Тем более, как вы видели, для эволюции. А с эволюцией карт я еще пока не сталкивался. Поэтому не хочу посмотреть. Ты что делаешь? Какой в задницу? А! Отхил он себе сделал. А для чего? Неужели у меня не полностью были восстановлены жизнью? Ага, понятно. Посмотрите, у Бри практически полкупе снесли с одного удара. Это только первое, ребята, сражение. Ё-моё. Наверное, я тут и зря, зря это сделал. Да почему ты, Монти, бьешь того, кого... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, это только первая бригада. Щит нежити. И у нас уже практически разобрали. Блин, а если я проиграю, все мое преимущество сбросится. Опа-на. Какой-то демон. Средний прорыв. Ну что ж, ладно, хотя бы это ты сделал. Уже неплохо. А почему, интересно, Монти не делает свой метеоритный дождь? Неужели еще до сих пор не накопил его, а? Так, молодец, Бри, хотя бы подкрепилась. Да, никчемный был удар сейчас от Монти по скелету. Ну-ка, что этот ас делает? Ох, жарит-то нехило. Он огненный, ребята. Значит, у него иммунитет к огню. Это как пиздец. И если сейчас скелет начнет стреляться... Ага, молодец. Бришка, ты умница, что поставила щит. Точность понижена. Это мы сделали асу. И смотрите, что делает Бри. Она отхиливается. 127 урона. Причем у нее был щит. Нет, только не погибай, пожалуйста. Ёлки-палки. Я тут с Бромом не справлюсь. Он сам по себе вялый. Очень вялый. Да что... Все! Что ж ты будешь делать-то, а, ребята? Действительно, по-моему, я тут... Проиграл. Обидно до чертиков просто. Ну давай, Бром, бомби. Кидай свой валун. Огненный бросок. Сейчас будет делать скелет. Они, значит, все тут... С огненным иммунитетом. Так, Бром усилил себе атаку. Ну это очень хреново. Да какого лешего ты делаешь? Ну зачем ты делаешь на него? Метеор на одного. Ё-моё, блин. Тьфу на тебя, а. Да, Монти. Автобот здесь, извините меня, тупой, как сибирский валенок. Ну да, он сейчас добьет его. Ну это только вторая волна была. Вот она третья. И еще две. А у нас уже, как видите, хп-шек-то нету. Дымное мерцание. Какой-то глаз. И опять этот ас. Он сейчас, в принципе, и добьет мне Брома. Нет, это сделает, скорее всего, глаз. Нет, ас все-таки. Да. Да, ребята, на ошибках учатся. По крайней мере, мы с вами будем знать, что ожидает в следующих боях. А мне, обидно, надо было все-таки соглашаться мне на второе подземелье. Брать карты. Подкачаться. А потом уже, ну, как, понимаете, любопытство туда добра не доведет. Капли для глаз. Активировал он, а. Волшебная граната сейчас делает мой Монти. Да. Не спасает это, конечно, ничего. Абсолютно. Все, сейчас его разберут. Метеор. Я так понял, у них все равно иммунитет от огня. Поэтому, как видите, особого урона он не наносит. Ну, ас сейчас вздает, и мой Монти отправляется в могилку. И даже щит не поможет. Хотя, на один удар он еще живет. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, нет щита больше. А он опять сад. Ну, молодец, хотя бы так делает. Знаете, чего здесь, ребята, еще не хватает? Это воскрешающих свитков или заклинаний, чтобы я смог поднять своего убитого воина. Да, ребята, как видите, я проиграл. Ржет он здесь. Жаль, обидно, конечно, но, тем не менее, мы будем знать, чего нам ожидать в следующий раз. Получил какую-то награду. Улучшить отряд. Ну, давай улучшим. Подготовить героя. Ну, давай подготовлю. Так, 507, уровень повышен. Хорошо. Так, ну что, ребята, в принципе, мы здесь... Отлично. Заполучи герою свой отряд. Заполучил. А здесь у нас что? Так, видимо, что-то где-то должны дать на халяву, да? Ну, конечно, дадут тебе тут халяву. Глубежки раскатил. Да, волшебное благословение. Самоцветы. Ничего такого хорошего здесь пока нету. Да е-мое, что ты всю не сюда? Хочется кликнуть, нажать, блин. Отважный исследователь. Так, это у нас что такое? Руна огня монтинга. Используй для улучшения черт твоего героя. Вперед. Это какое? Десятое подземелье. Ладно, это, ребята, мы будем делать, наверное, с вами в следующей серии. А на этом, ребята, я буду завершать свою игру. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока. И до скорых встреч, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok